Всем мира и добра! Меня зовут Оксана и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам показать и рассказать о том, как справляются мои орхидеи с недостатком освещения и тепла в моем доме. После 23 числа нам отключили свет на трое суток, а в моем случае это еще напрямую связано и с отоплением, поэтому температура в доме опустилась до 14 градусов. При полном отсутствии освещения мои орхидейки, в данном случае вот эта одна, достаточно пострадала. При мокрых корнях, низких температурах и абсолютной нехватке освещения именно эта орхидейка быстрее всех отреагировала на такие условия. Покажу вам, что произошло с ее листочками. Наличие отеков, секундочку, на всех листьях. На более листьях, которые расположены повыше, менее ярко эти отеки просматриваются, но тем не менее. Вот такая вот картина сейчас у меня с орхидейкой с этой. Кстати, эту орхидею я вам уже показывала. У нее был очень проблемный вот этот цветонос. Вот это место, откуда он рос, так и не получилось у орхидеи пройти цветоносом через этот лист. Она пошла, выпустила цветонос, секундочку, через него. Но тем не менее, по вот этой пазухе, такой черной, видно, что проблема там была. Но, слава богу, сейчас эта жидкость уже не скапливается. И кроме отеков, больше никаких проблем с этой орхидеей нет. Что касательно отеков, здесь, конечно, проблема такая комплексная и может быть достаточно серьезной. Поэтому, конечно, мне пришлось принимать экстренные меры по восстановлению условий, хотя бы более-менее приемлемых для ухода за орхидеями. Вся моя орхидейная комната находилась на втором этаже. Сейчас там и продолжает, в принципе, быть 14 градусов. Так как свет дают по 4-6 часов, этого однозначно мало, чтобы восстановить температуру. Поэтому я спустила свои орхидейки на первый этаж в гостиную. Здесь хотя бы есть возможность поднять температуру дровяным камином. Сейчас покажу, сколько у меня градусов здесь. И вот такие вот параметры в этой комнате. Ну, более-менее. Что же касательно освещения, то да, если света нет, то орхидеи стоят без подсветки. И поэтому, благо, сейчас есть электричество. И поэтому у меня есть возможность снять это видео для вас. Что же касательно отеков, я хочу сказать пару слов о причинах их возникновения. Чаще всего в зимний период, при самых благоприятных условиях, они появляются, когда мы покупаем орхидеи с пересылкой. 2-3 дня в закрытом и прохладном месте. А если еще у орхидеи и мокрые корни, то пониженной температуры даже до плюс 15 градусов вполне могут дать такой эффект. Но, слава богу, у меня в жизни таких ситуаций не случалось. Те орхидейки, которые я покупала зимой, всегда были хорошо упакованы. С отеками, со свежими отеками я еще не сталкивалась. Принцип возникновения отека таков. Мокрые корни впитали большое количество влаги. И эта влага транспортируется в листья. А вот в листьях уже происходит либо использование этой влаги через фотосинтез, через испарение с поверхности листьев. Таким образом, растение само регулирует водный баланс. Но так как у нас резко стало холодно и резко стало темно, корни передали влагу листьям. А листья эту влагу не могут использовать, так как при низких температурах испарения минимальные. И при недостатке освещения процесс фотосинтеза практически останавливается. Вот поэтому-то и происходит такое накапливание влаги лишней в листьях. И поэтому возникают отеки в листьях. Что же нужно сделать? В первую очередь, конечно, по возможности нужно поднять температуру содержания. Потому что температура наряду с освещением является ключевым фактором ухода за орхидеями. Поэтому чем выше температура, тем быстрее происходят биологические процессы внутри растений. Ну и естественно, нужно увеличить максимальное освещение. Для того, чтобы та влага, которая находится в листьях, все-таки потихонечку начала включаться в процессы, которые происходят внутри этого растения. Поэтому, увидев такую картину, конечно же, я все орхидеи спустила вниз. Все сейчас мы живем на первом этаже в большой гостиной. Что касательно дальнейшего ухода за этой орхидейкой. Ну, она у меня, слава богу, уже просохла. Я надеюсь, что-то будет видно. Хотя очень плохо видно. Горшочек темный. Ну, вот может быть где-то здесь. Вот, просматриваются корни. У нее уже практически сухие. И в ближайшее время я ее не поливать, не опрыскивать, не протирать, никоим образом не буду. Я должна максимально уменьшить подачу воды этой орхидейки. Для того, чтобы она использовала ту воду, которая вот у нее лишним балластом теперь находится в листьях. Ну, и стараться, конечно же, чтобы температура не опускалась ниже 20 градусов. Потому что, как я уже сказала, пониженные температуры тоже притормаживают биологические процессы в листьях. На таких вот отеках очень легко может появиться дополнительно еще бактериальные инфекции. Поэтому за растением нужно очень пристально наблюдать и контролировать, как будут вести себя вот эти вот пятнышки. В общем-то, это уже пораженные клетки, которые не подлежат восстановлению. Как себя будет вести орхидея и как это будет выглядеть в дальнейшем, я посмотрю. Но в ближайшее время однозначно воды этой орхидеи давать не нужно. Я вам хочу показать тех уценок, которых я купила 2 года назад. Именно по причине того, что у них были отеки на листьях. Но эти отеки были не свежими. Они уже, скажем так, зарубцевались и имели вот такой вот вид. До сих пор. Так, это орхидейка сога юманта. Не очень хорошо она растет. Какой-то, знаете, такой тормозок маленький. Цветет регулярно, но лист выдает раз в год. При этом один из старых листьев обязательно съедает. Вот лист, с которым я ее покупала, вот такой вот у нее здесь отек. Он хорошо подсох. Никакой очевидной проблемы здесь нет. Слава богу, ни грибок, ни какая другая бактериальная инфекция здесь не поселилась. И вот такой вот с тыльной стороны имеется. Пятнышко с наружной стороны, ну, слегка здесь можно что-то посмотреть, что-то похожее на солнечный ожог. Ну, конечно же, это не он. Вот. На здоровье такой подсохший отек не влияет. Растение может спокойно развиваться. И никакой беды в этом нет уже на данном этапе. И еще вот эта вот орхидеечка тоже была куплена вместе с согой юманта. Вот она хорошо развивается. Это орхидея Гелиадор Дарвин, либо еще зеленый дракон его называют. Тоже она замечательно цветет каждый год. И вот у нее листик вот этот вот. Растение может спокойно. Растение может спокойно. Растение может спокойно.